Глава региона провел еженедельное оперативное совещание со своими заместителями, руководителями органов государственной и муниципальной власти. В ходе совещания подвели предварительные итоги социального опроса населения, который проводит Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта на предмет организации чартерных рейсов в летний период из аэропорта Нарьинмара. Напомним, на предыдущем оперативном совещании с руководителями глава региона поручил профильному ведомству выбрать направление для полетов субсидируемого чартера летом с учетом пожеланий жителей региона. На прошлой неделе в соцсетях этот опросник размещен. Основное это было направление Краснодара или Москвы. У нас опросник еще будет продолжаться до 2 июня, но между тем уже есть результаты. В социальном опросе приняли участие более 1200 человек. 60% из них проголосовали за направление для чартерных перевозок Нарьинмар-Москва-Нарьинмар. Соответственно, остальные 40% поддержали авиаперелеты в южном направлении на Краснодар. Почему все же такие предпочтения у населения в летний период? В Краснодаре море нет, там небольшие, рядом населенные пункты, куда можно добраться, там Анапа, Геленджик. Еще на денег за такси заплатите? Да, еще за такси заплатите, чтобы ехать. Тем более с детьми едут. Кто-то едет в Сочи, кто-то едет в Крым. То есть добраться до Москвы удобнее в том числе. И кто-то, может быть, не обязательно на море едет, а дети где-то в деревне, то есть в средней полосе в деревне проводят. Поэтому большинство, конечно же, до Москвы. С учетом того, что там можно улететь в любое направление. Мнение населения учли. В настоящее время профильный департамент совместно с Нарьинмарским авиапредприятием запрашивает коммерческие предложения от авиакомпании на выполнение чартерных рейсов самолетом вместимостью на 50 человек. Мы вот в последнее время стали пробовать такой способ коммуникации с жителями, как опросы. Комфортная городская среда. Жители сами выбирают тот проект, который им более интересен. Вот по транспортному сообщению, Павел Александрович, мы впервые попробовали такой способ, скажем так, выбрать, куда все-таки запускать рейс. Совершенно справедливо. Давайте спрашивать у жителей. Мы зачастую, сидя за этим столом, за них принимаем какие-то решения. Надо спрашивать у них, как они хотят. Какие деревья высаживать, где благоустройство делать, куда пустить дополнительный субсидируемый рейс. Это абсолютно справедливо. Добавлю, чартер по субсидированным билетам будет летать один раз в неделю по воскресеньям. Ориентировочный период выполнения рейса с 15 июня по 15 сентября. Предварительная стоимость билетов в одну сторону с багажом по направлению Нарьинмар-Москва-Нарьинмар для взрослых составит 9900 рублей. Для детей 50% от стоимости.